приветствую коллеги все кто просматривает утренний брифинг сегодня пятница последний торговый день на этой неделе и 16 февраля меня зовут марченко юрий мы сегодня с вами на брифинге смотрим что получилось в прошлой неделе что не получилось куда она все-таки сходила и что мы будем попробуем торговать собственно говоря сегодня смотрим рынок форекс смотрим фьючерсы валютные на бирже 7 а также смотрим российский рынок тоже принципе срочную секцию смотрим именно кластера смотрим именно на рыночный сантимент и отвечаем на ваши вопросы поэтому кто смотрит режиме онлайн имеет возможность задавать вопросы непосредственно в чат либо на сайте trading-flora.net либо непосредственно в этот в трансляции я буду все это дело видеть вот ну и сегодня так как пятница да я беру за правило по вторникам и пятницам осуществлять торговый стрим вернуться ткать к нему поэтому сегодня с 9 часов 30 минут москвы до так до 12 москвы да мы с вами организуем некий торговый стрим по времени немного но постараюсь сделать его интерактивнее живее интереснее стремить будем непосредственно на youtube будем смотреть какие-то текущие рыночные ситуации я еще познакомлю с опционными конструкциями имеющимся вот в общем то так сказать присоединяйтесь это у нас режим работы пятницы теперь давайте посмотрим что мы имеем на сегодня в экономическом календаре по российскому рынку в принципе ничего сверхъестественного здесь мы не увидим по рынку форекс обращаю внимание на то что сегодня в китае китайский новый год по лунному календарю у меня кстати да так сказать в моем субъекте расцветерации тоже новый год поэтому сегодня мой город работает по режиму выходного дня то есть не работает никак но ко мне это особо отношение имеет потому что потому значит сегодня 1230 розничные продажи число выданных разрешения строительства 1230 розничные продажи в англии в принципе это не такая уж крутая штуковина дальше сегодня же число выданных разрешений на строительство тоже не очень крутая штуковина в этом сша и в принципе ничего нет на самом деле то есть даже простой инвестинга не дает нам новостей с тремя бычками поэтому мы по факту с вами ничего не отторговываем да да ничего нет торгового ну поехали что у нас сегодня ждет на рынке попробуем представить предположить еврик ну ждали коррекцию коррекция не состоялась более того обращаешь внимание на то что мое предположение еще раз подтвердилась в каком плане то есть закрылась максимум дня коррекция обычно не бывает поэтому сразу же выстрелили и в принципе следующий день тоже закрылись в хай дня это ну как минимум некомфортно но хотя бы мы не пролетели сами там огромное количество пунктов до с точки зрения тар это был даже очень даже скромно как народ отреагировал на все вот тут движение давайте посмотрим стакан цены личного сантимента и попробуем но уже прогружайся попробуем прежде у нас народ пускай застрял но наторговались в основном здесь весь открытый интерес если он есть он здесь в принципе по пятницам мы можем ждать падение его такое обычное дело стопы обращаю ваше внимание они есть они есть над самым максимумом поэтому вероятность того что мы их поймаем на самом деле не маленькая но не мы их поймаем а кто-то их поймает а мы попробуем на этом как терроризоваться причем здесь много да то есть тут такой явный дисбаланс и во многом он связан да с постановкой стопов здесь остальное скорее отсутствие заявок на продажу поэтому я предполагаю что мы можем сделать как мы можем попробовать это здесь в районе там 1 25 40 так выставить лимит очку забрать 200 пунктов так сказать уверенно остальное все под вопросом и предупреждаю ребята вот это вот штуковина то есть то место где стопы хорошее место для каких-то ложных пробоев и место для разворота то есть в принципе это возможно это не надо исключать так поэтому идея на пробой есть а что касается фьючерсного вернее даже по кластерного анализа то мы в принципе как будто бы с вами подошли к зоне сопротивления очень глубоко зашли скорее всего мы пройдем но стоит ли оставлять вот эту вот идею но давайте прикинем мы с вами что у нас здесь на хаях на торговались в принципе здесь же открыто интересно он совпадает с теми данными что нам публикует а ванда ну как сказать в принципе если мы завалимся под это дело то это будет конечно некомфортно это будет работа во флете и честно говоря я очень и очень пасута перед работой во флете тем более в пятницу поэтому наверное мы с вами я бы отказался от этой идеи покупать здесь потому что она к может оказаться провальный вот давайте мы с вами вот чего дождемся мы будем ждать своим пробоя и если он состоится будем смотреть останется ли цена там завтра на анахае на хаяе то есть там блин за этим уровнем да либо на откате дальше вниз если откатит то как она откатит будет ли она показывает какие-то признаки ложного пробоя так далее так далее то есть здесь сегодня в принципе все это мы дело исключаем не получилось на сами зацепиться никак мы с вами пробуем делать следующим образом мы с вами ставим лимитку на до 25 40 до то есть вот туда захватываем 200 пунктов 25 60 вот и рассчитываем увидеть там пробой и если он состоится то тогда да тогда уже мы там в профите и смотрим дальше что будет происходить внимание ребята значит есть мнение что 200 пунктов она того не стоит да то есть ну как 200 пунктов всего что это за что это за прибыль на самом деле все зависит от того каким объем вы будете заходить поэтому 200 200 стоп в этом плане тоже 200 поэтому можем процент на риск взять и процент прибыли вероятность работки больше 50 процентов поэтому мы здесь в этом формате можем работать значит по фунту закрылись у меня сделки позиционные закрылись в стоп поэтому здесь ничего сказать нельзя было мы даже не дали коррекцию вчера мы говорили о том что движение вниз ставится маловероятно поэтому все цели обозначили здесь не достигли даже наших целей фактически мы прошли была точка входа здесь но я пропустил потому что не всегда не сижу терминал столько вот например был баланс до была инициатива был откат поэтому ребята кто торговал в этот момент конечно здесь войти можно было по той же самой методике то есть ну вот реализация этого сценария тут как тут да здесь что можно предположить но во первых то что мы с вами теперь двигаемся вверх то для нас с вами short не основная идея мы прошли все важные объемы на самом деле и движение вверх для нас как нефиг делать народ в целом не понимаю что происходит вчера вместе с нами видимо выкидывал очень много людей потому что открытый интерес уменьшился у брокера уанды как минимум каких-то стопов ли чего-то такого интересного здесь не видно то есть синих назовем так участников рынка мы не видим вот что нам показывает кластера ну такая же была идея и в принципе дико скупает конечно вообще в течение дня была дико положительная дельта то есть можно говорить о том что но активность такая ярая да то есть покупает как надо ну что сделаем давайте мы с вами предположим вот такой сценарий то есть у нас с вами есть какая-то четкая и понятная инициатива мы не должны сами завалиться под этот баланс все основное находится здесь поэтому сценария 2 либо кат коррекция как в край до сюда либо импульс вверх на тесте можно попробовать взять вверх но тут проблема с тем что с потенциалом да то есть куда мы там можем расти ну наша цель это вот ну примерно даже где-то здесь при хорошем раскладе ну это увы все что я могу сказать то есть получается что если принимать все это дело во внимание то вот это вот у нас основная поддержка это 39 45 да и 30 и ну и 39 40 то есть она вот у нас здесь есть в принципе если будет откат то туда ниже не должны упасть да вот так тут мы нарисуем с вами ну вот как-то некомфортно все это дело смотрится честно говоря ладно бог с ним либо второй сценарий собственно говоря это обновление максимум 141 41 10 прошу прощения до который тоже вполне вероятен и это будет нормальность это будет синхронно с евро это пойдет на обновление хайов здесь пробоет так далее так далее поэтому здесь момент такой то есть 142 попробовать доехать в случае если мы можем увидеть ну вот какую-то динамику здесь по целям тоже скромно честно говоря купить здесь поставить стоп сюда чтобы забрать цель это не очень комфортно поэтому я наверно даже такую сделку совершать не буду ну как сценарий оставим фактически по канадцу ну не сказать что с направлениями были верны потому что в принципе особо направлении какого не было цена выскочила вверх на 60 пунктов вниз потом упала не зацепила наш лимитку на продажу но я так понимаю что все остается в силе основное направление short смотрим как народ на это дело отреагировал в целом никак есть продавцы которые оказываются в прибыли по состоянию на сейчас то есть ребята ванде понимает наконец-то в рынке кто-то поставил свой большой стоп большие тост и вам пропускаем только лишь улыбаемся по кластерам до была идея откупать от этого объема здесь была идея посмелее но максимум что могли сделать это завойти в сделку еще оставаться в ней в принципе имеет смысл большому счету мы здесь видим что цену цена подальте там откупалась но и из локали обратно что это положительно в принципе что ничего да у какая красивая остановка прямо здесь ух смотрите на как это все было вот здесь тут достаточно быстро и почти все было полу по офферу то есть можно сказать что здесь стояла крупная лимитка типа sell limit до в которой проходили все заявки по офферу но мы ее не прошли говорит ли это о чем-то ну вот примерно такая же байда была здесь но это принципе говорит о том что кто-то сделал большую сделку сделали вам большой ошибку вот в чем вопрос на самом деле мы посмотрим мы посмотрим идея у нас та же самая мы прошли все важные кластера даже несмотря на то что там дико останавливали обычно такие крупные заявки единочь 1 1 2 и и одинарные до особого смысла здесь не имеют они ровным счетом не значит ничего здесь основная идея шорт ну давайте мы с вами предположим чтобы мы вот это пробили тогда только потом можно продавать потому что кто остался в продаже тем сидим для остальных отмечаем для себя вот этот вот самый крайний край да то есть 24 60 даже наверное да как последняя преграда пройдя которую мы уже можем говорить о том что да можно пробовать на тестах залазить в шорты и продавать то есть ну вот в таком формате и опять же все будет синхронно с евро и все будет хорошо это получается все целиком и полностью на ослабление бакса наша цель на сегодня 24 ровно не больше потому что это уже в принципе отар 85 пунктов это будет хорошо и потом я честно говоря не мало желанием не оставаться с позициями на выходные по японской и не провалились вниз в принципе ожидаемо ничего сделать не могли но ничего не сделал скажем так потому что я ее в этом плане не очень таки уж и люблю и не люблю инструмент который завалится без откат на том что откат можно ступить когда угодно где угодно абсолютно и кто-то написал то мне в комментариях что типа по лишнему боимся я честно говоря думаю что именно вот страх и какой-то в каком-то моменте истинксом сохранения позволил мне не не оказаться как сказать не оказаться где на обочине да так сказать этого рынка фьючерс весь здесь поднявки идем вверх уверенно даже не распределяемся основное направление вверх но в любой момент можем тупо застрять и начать распределяться и оказаться в этом тупо застрявшим виде честно говоря не очень хочется стрелить здесь какой-то пробой состоялся но ровным счетом он не значит ничего вот такая ситуация так сказать неопределенности назовем ее так приводит к тому что я не знаю что делать да то есть мы здесь некомфортно зафлетили мы вроде бы пробили и и потом вроде бы никуда не пошли кого-то здесь наверное наказали так сказать но скорее всего кто-то сам себя там доказал да но все это ровным счетом не имеет никакого значения что делать я не знаю народ здесь на торговался мы это видим с вами по в открытым сделкам в уанде да то есть там в принципе все и проходило ордера ну вот стопы есть какие-то под вчерашним минимум но я на них реагировать не буду потому что во первых это против тренда во вторых на них есть не большее количество заявок на покупку то есть которые будут контрагентами поэтому здесь на ребят тоже пас тоже пас мы здесь ничего не предпримем так по золоту давайте туда посмотрим год комикс и я перехожу на фичи и там уже сами проводить провели но вчера ничего не сделали какой-то объем накопили то есть получается импульс был объем накопили сильный хочется обратить внимание на то что мы таки находимся выше вот этого баланса выше вот этих вот кластеров для меня это важный кластера то есть проход их 1351 и 1345 пройдя их мы можем говорить о том что покупатели в рынке ну как покупатели силы покупатели слабенькие может быть продавать таки имеет смысл вот поэтому мы с вами встретите какая интересная штуковина мы с вами находимся как бы на хаях да и вот 1360 1360 1370 да это как бы хай но при всем при этом ну вот вот единственное что можно сделать это вот так да то есть и если уж мы там пробьемся то пойдем в коррекцию но давайте пойдем в коррекцию вот досюда то есть хотя бы то есть это 1337 ну в рамках интро д в принципе можно то есть пройдя вот этот баланс мы с вами должны понимать о том что мы пошли в коррекцию ну то бишь вниз вот если не пройдем до этого момента лонговая ситуация сохраняется но честно говоря и там то есть движение вверх и движение вниз особо потенциал это не 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 блещет поэтому повнимательнее и если есть прибыль по итогу недели большими объемами не заходит WTI ну дала нам точку входа ну честно говоря входа у меня здесь не было если бы это конечно не нефть а вот и не дала на точку выхода на самом деле то есть мы доехали ровненько до вот вот этих кластеров даже не ровненько то это же фактически зафлетили если здесь какие-то наторгованные объемы давайте посмотрим то есть мы с вами попробуем определить вот здесь и вот здесь мы в принципе сами видим что в каком-то в каком-то сравнении да вот то что находится здесь это тоже достаточно большой баланс и я обращаю ваше внимание на то что вот на сопротивление и вот она у нас поддержка и из этого боковика движение вниз для нас будет более приоритетная постов поскольку это движение по тренду ну назовем водопад то есть мы пришли в этот боковик сверху вниз поэтому основное движение нас тоже вниз но проблема в том что тут что-то не за и это как говорил винипух это все неспроста да то есть что то здесь происходит некомфортно и поэтому внимательно смотрим на 61 62 20 61 20 надеемся что мы все-таки пойдем вниз да но к каким-то сделкам я приступал только если бы мы провели бы 58 05 то есть туда без мы окончательно показать что вниз готов двигаться нефть готова двигаться вниз в принципе если мы пробьемся вверх то по логике еще можно как бы покупать но я этого делать не сам то что здесь очень скромный потенциал да мы упремся вот в это вот штуковину то есть тут потенциал то всего-навсего 80 центов и мне кажется что это очень очень даже скромно можно ли продавать здесь но пока эта идея сохраняется в принципе никуда не делась если у вас есть продажа оставайтесь если нету не залазь что-то здесь неспроста а вот нефть марки бренд молодец в том плане что она была у нас цена 65 19 ровно открытие да и было у нас на 63 19 ближе к закрытию на самом деле поэтому здесь ровно доллар ровно два доллара мы смогли с вами выводить но на самом деле происходит ровно то же самое что и и на WTI поэтому здесь тоже наверное без фанатизма мы видим сами какое-то падение мы не сами внизу что-то большое страшное и в принципе я думаю что надо тоже тут поосторожничать 65 90 хоть меня и упрекает в лишней осторожностью но на самом деле ошибок на совершать вы можете без моей помощи приступаем к каким-то продажам только если увидим что продается в теме если его нету скорее мы будем флетить а можем даже разворачиваться это это некомфортно сишечка здесь не было теста честно говоря что-то происходит и мы заваливаемся вниз идем очень сильно ну достаточно сильно и обратил ваше внимание могу хочу обратить ваше внимание что вы пришли вот сюда то есть вот у нас штуковина где цену могут так сказать развернуть у нас есть признаки ложного пробоя мы об этом с вами говорили у нас есть поддержка 56 70 вот и 56 ровно и честно говоря мы здесь можем начать разворачиваться это будет либо флэт либо что-то такое некомфортно неинтересно но и то и то не представляет никого интереса поэтому я думаю что здесь надо однозначно тоже сидеть и ждать да вот как бы печально не было то есть приступаем каким-то действием мы с вами только если видим обновление минимума если не видим тогда ребята я честно говоря на заборе и позиция очень надежная я имею на заборе позиция очень надежно ришечка это же самое как и си значит недавно возможности запрыгнуть в принципе большом счету никуда ровненько не сходило мы ждем что мы ждем с вами чтобы нам с вами такого ждать ничего ребят да такая же штуковина то есть мы точно так же стоим сами на сопротивление пока же как и на сишки только в другую сторону 128 ровно 132 ровно то есть ну вот как то так да то есть в принципе покупать отсюда ну вот вчера здесь на торговались наверху это даже больше чем вот здесь поэтому в принципе можем и завернуть развернуть но если мы будем заворачивать разворачиваться до сюда доедем потенциал скромный если обойдем вверх купим здесь то здесь тоже все очень скромно потому что может случиться все что угодно да в любой момент можно начать разворачиваться потому что мы будем упираться в какой-то большой наторгованный объем. Он даже на дневках выглядит вот так. Поэтому самый хороший момент, честно говоря, это дождаться обновления хая. Сберч пошел таки наверх, но, по-моему, не перехаил нифига нет. Поэтому мы сегодня с вами придерживаемся той же идеи, что и вчера. Акция сильная, фьюч тоже сильный. Сидим, ждем. Сидим, ждем, когда мы обновим 127-250, потому что это у нас будет признак покупателя своего рода, который может состояться. Ё-моё, ну давай, последний раз. Вот так, тут мы с вами посмотрим. Да. Вот в таком формате мы будем ждать такие обновления. Газпром вчера по объемам торговли хотя бы вышел на второе или третье место, то есть что-то происходит. Но на самом деле что-то такого крутого здесь мы не увидим. Наторговали объем большой. Здесь что-то большое страшное, здесь небольшое, но очень широкое. Поэтому покупать здесь стоп туда однозначно, однако это много и, честно говоря, особого смысла не вижу. Поэтому здесь тоже, ребята, ждем и ничего не предпринимаем. Получается, по России только ждем. Да, ну, основные направления я вам, в принципе, обозначил. Если хотите торговать, ради бога, я вас в этом плане останавливать не буду. Я считаю, что самая большая проблема трейдера – это сам трейдер, который сидит и придумывает ситуации, дабы что-то сделать, хотя на самом деле не всегда, не всегда однозначные ситуации и присутствуют. Так, ну и давайте по вопросам. Вопросы начнем с тех, которые у нас в комментариях в прошлом видео. В этот раз их много. Ну, немного, нормально. Да, значит, про ставим лайки. Так, вам тоже спасибо, ребята. Спасибо за поддержку. Поэтому именно это не, ну, так сказать, заставляет меня делать то, что я делаю. Ученники обзора пока не все понимают. Спасибо за обзоры. Ну, можно, в принципе, смотреть их постоянно, и потом вы все-таки поймете. Здесь несложно. Спасибо, спасибо вам. Спасибо за обзор. Есть ли в планах семинар по торговле акциями российскими и зарубежных компаний? На мой взгляд, было бы интересно и познавательно. Касаемо зарубежных компаний нет, потому что нет у меня выхода на зарубежные какие-то фондовые рынки. И я, честно говоря, не хочу это делать. По российским акциям торгую приторговую, но совсем немного. И там тоже интродэм дико не нравится, потому что шортить там очень сложно. Некоторые, не все брокеры даже дают возможность там шортить, да. Вот. А принцип торговли, в принципе, простой. Купи и держи. Да, тут лучше научиться собирать портфель из российских акций, возможно, да. Но учитывайте, что ваш портфель за год покажет небольшую статистику, ну, и небольшой профит. А если начнется то, что происходило там в четырнадцатом году или восьмом году, то вы по портфелю окажетесь в минусе. Но чем плюс российских акций, это берите без плеча, вот, и все. И любой минус вы можете фактически пережить просто по времени. А может быть, даже если акции упадут, будет еще возможность прикупить еще больше. И угроза для вас будет лишь только в том случае, если акция исчезнет из листинга вообще, как это было, например, с ЮКОСом. Тогда был, конечно, швах, но все остальные, в принципе, живут, да. То есть, ну, понятное дело, дорогие акции с РШИБКО-то не берите, а то потом еще будете высиживать очень долго. То есть, усредняться на акциях очень просто, да. То есть, вы купили какую-то часть, если он падает, вы усредняетесь. Без плеча. Без плеча. И учитывайте, что это на долгосрок. Что касается семинара, тут я, наверное, больше буду акцентировать внимание на опционный рынок, потому что я еще занялся вплотную. Я, в принципе, это анонсировал, поэтому я думаю, что и семинар на эту тему я запилю. Но запилю тогда, когда уже будет мне что-то рассказать, имеется в виду такое шибко полезное. И это будет однозначно бесплатно, потому что это больше будет для пиара подхода того, которого я претендую. То есть, чтобы народ, аудитория знала, как можно, не прогнозируя по подкидыванию монетки, условно говоря, выходить в плюс с использованием вот таких стратегий. Опять очередной раз поение разворот пропустим и будете всю дорогу искать вход, а потом получать 100, потому как все страшно. Я уже сказал на эту тему. Да, мне страшно торговать на рынке, тем более это Форекс, потому что угроз очень много. Это плечо, это, скажем так, достаточно большое плечо. Это угроза самого брокера. Они тоже палки в колес составляют неплохо, скажем так. Поэтому я думаю, что я боюсь, и это меня спасает. Профит я свой успеваю получать. Да, я там не гонюсь за сверхпроцентами, на самом деле. Я больше борюсь за качество работы, нежели за количество. Можно немного рассказать про настройки постижки, гайдику сберу по масштабу, дневка, часовик. Заранее огромное спасибо. Давайте мы сделаем с вами так. Я, наверное, к этому видео, к этому брифингу, прикреплю ссылочку на iCloud, страничку, которую вы можете скачать. Что я скачаю? Что я скину туда? Я скину туда рабочие настройки с торговыми идеями. В принципе, я их скидываю каждый день на Facebook, там в одной группе. Я скину ее для вас. То есть вы его скачиваете, загружаете ватас, да? Скачиваете этот файл, загружаете как рабочее пространство ватас, и у вас получаются все абсолютно настройки мои. В этом никакого секрета нет. Я, честно говоря, не понимаю людей, которые делают какой-то секрет из тех настроек своей волшебной торговой системы. Нет ничего волшебного в торговой системе, в торговых тактиках, нет ничего волшебного в кластерах. Даже если вы их скачаете, вы увидите только настройки, вы можете по ним пошариться, посмотреть, как там отфильтровываются. У меня все просто. У меня просто выделяются кластера с максимальной проторговкой по объему. Не по бедам, не по аску, а по объему. Да, поэтому там ничего сверхъестественного нет. Секрета я из этого никакого не делаю. Весь смысл заключается не в том, как вы настроите себе платформу, а весь смысл заключается в том, что вы, собственно говоря, будете с этим предпринимать. Так, ну и все, да, там еще два спама, не просмотрено много, и, ребят, давайте вопросы, которые есть у нас в трансляции, только я не знаю, как их включить, если они, так, привет, 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 спасибо за бриф, удачи, вам тоже, ребят, спасибо, Юрий Зет у нас обвиняет в работоспособности в нашем чате, да, ну и все, ладно, ребят, большое спасибо за внимание, надеюсь, на все вопросы ответил, всем хороших выходных, вперед забегая, встречаемся теперь с вами уже в торговом стриме в 9.30 на этом самом канале, поторгуем, посмотрим, пообщаемся, возможно, да, в основном общение будет в чате, потому что я, честно говоря, не сторонник там в каких-то трансляции, ну, попробуем сделать что-то более-менее интерактивное, ну и традиционно утренний брифинг в понедельник теперь уже встречаемся, в следующий понедельник подводим там какие-то итоги, пока. Продолжение следует...